Привет, ребята, меня зовут Антон, и мы продолжаем проходить в Сталкер Лост Альфа. И, в принципе, я уже забыл, куда нам нужно идти. Ага, поговорить с этим товарищем. Прекрасно. И да, нам по пути. Точно. Дверка, дверка, мы тебя закроем. И поедем, поедем по миссии. Я уже даже не знаю, что нам на этот раз нужно делать, но, может быть, вдруг нам этот самый клык даст какое-нибудь интересное задание. А, да, вот, 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 грузовик. Давай идем налево. Тот самый грузовик. Так, стоп, подождите, а почему у меня машина в полностью исправном состоянии? Я немножечко не понимаю. Последний раз у меня там была покоцана она, приличная. Вот сейчас что-то все нормально. Странно. Она, наверное, саморегенерируется, может быть. Вот бы так, бензин, на самом деле, работал бы очень круто. Но, судя по всему, мы обойдемся без бензина халявного. Поэтому, поэтому мы едем просто дальше. И вообще, я правильно еду? У меня такое ощущение, что я куда-то не туда свернул. Здорово. Ты не слишком-то и торопился, стрелок. Решил появиться из ниоткуда через столько времени. Ну, что с тобой произошло, это твое дело. Рад тебя снова встретить, друг. Ты, твое лицо окажется знакомым. Ты квык, не так ли? Да, это я. Но, как я заметил, твоя амнезия немного проходит. Но скоро ты все вспомнишь. А теперь о деле. У нас есть серьезные проблемы. Стрелок, ты помнишь, что несколько месяцев назад мы планировали вернуться обратно? Я многое не могу вспомнить. Я как раз собираюсь сделать декодер. По моим старым записям он нужен для того, чтобы открыть лабораторию под генераторами. Я думаю, что эта лаборатория является ключевой. Да, память немного возвращается ко мне. И что мы там будем делать дальше? Хорошо, как только я возьму последнюю деталь для декодера на янтаре, пойду в Припять. Тем временем ты должен встретиться с призраком в Припяти. Он будет ждать тебя в отеле в комнате 26. Как только встретитесь, ждите меня. Когда подойду, обсудим дальнейшие наши действия. Понятно. Я пойду навстречу призрака как можно скорее. Окей, ага, и теперь как бы по замыслам все замечательно. Я должен переть из этой локации в Припять. Да вы издеваетесь. Вы точно издеваетесь, мои дорогие разработчики и товарищи. Или, подождите. В принципе, в принципе, в принципе, Припять-то она не... Одновременно и не так близко, и не так далеко. Вот что можно сказать. Ну, это капуста? Да, это капуста. Давайте мы встретимся на подходе к Припяти уже. На самом деле. Стрелок, это призрак. Припять кишит вояками. Они пытаются... Так. Давайте мы прочтем история. Стрелок, это призрак. Припять кишит вояками. Они пытаются выкурить всех монолитовцев. Так что туда лучше так не соваться. Себе дороже. Разве что в обход. Я буду ждать тебя в отеле, в номере. Надей картографа. Он знает зону лучше, чем кто-либо другой. Сейчас должен ошиваться где-то около старого госпиталя, близ радара. То есть сейчас мы пришли на радар. И насколько далеко нам топать? Топать нам на самом деле прилично. Прилично нужно. Ну, ладно. Тогда встретимся уже на радаре. В принципе, мы уже почти добрались до нужной для прохождения локации. И сейчас на нее перейдем уже. Жалко, конечно, что больше машину я по пути так и не нашел новую. Очень обидно и печально. Все-таки, если, знаете, машину так подлатать, сделать более прочными, обзапасить бензином, то вообще был бы шикарный вариант на самом деле. То есть с собой все барахло возить можно. Вот. Быстро достаточно перемещаться из локации в локацию. А так очень не хватает фаст тревела. Так. И сейчас бы не вляпаться в аномалию. По-хорошему. Вот тут мы, конечно, еще не были. Тут какие-то обраги. Лэп. Лэп. Просто раскуроченная. Наверное, просто от ржавчины. Ржавчины свалилась все-таки. Бедняжка. Опа. А не та ли это локация, которая у нас в чистом небе была? Игра говорит, да. Та локация. Слушайте, обалдеть. Да. Сделали, конечно, достаточно оригинально и интересно. По-моему, в ней мы с вертолетом боролись. В чистом небе. Если я все правильно помню. А так, на деле, фига узнает, на самом деле. Но чистое небо полное туфта, конечно. Да, точно. Та самая локация. Просто стибрили нагло. Вот и все. Никакая она не новая. Стрелок, хорошо выглядишь. Я смотрю, ты никогда не отдыхаешь. Приятно видеть тебя снова. И твою банку энергетикой, твою воду. Приятно. А, да, читал уже. Я предполагаю, что ты знаешь о том, что военным установили блокаду вокруг Припяти. Даже несмотря на то, что военные установили. Даже несмотря на то, что могу выжить в жестких условиях зоны. От переизбытка свинца в организме загнусь даже я. Но ты ведь знаешь путь на поверхность через подземные туннели. Да, это маршрут, который мы использовали, чтобы идти в ходку на север зоны в Призрачный город. Но пси-излучение выжигателя мозгов увеличилось после нашей третьей ходки. Туннели были залиты смертоносным пси-излучением, где не мог выжить ни один нормальный человек. Но теперь я чувствую, что этот маршрут чисто таких опасностей. Я не помню ничего из этого четко. Моя память возвращается ко мне медленно, по кусочкам. Ничего не понятно. В любом случае, каков план? Это система естественных и искусственных туннелей, которые приведут тебя к центру Припяти. Они долгое время были заброшены, и теперь множество мутантов ожидает беспечную жертву во тьме. Ты встретишь меня там? Увы, я могу только указать вход в систему туннелей, где я останусь. Множество сталкеров нуждается в моей помощи из-за нынешней золотой лихорадки. Я не могу позволить им глупо умереть из-за своей неопытности. Держись ближе, брат. Здесь повсюду странные аномалии. Давай тогда не будем зря тратить время. Отлично. Главное только, чтобы он сам в аномалию не угодил. Тут было бы крайне обидно. Но это проводник, поэтому он нас как бы сейчас доведет туда, куда нужно. Если он, конечно, будет таким темпом идти, да, то мы долго-долго будем, хотя бы до того коридора, до той двери топать. Ну ладно, пока можно полюбоваться локации местной, ее красотами. Красиво сделано, реально. Ничего не скажешь. Все-таки движок, да, достался игре от чистого неба. Именно так. И прибережем, прибережем фонарик для Припяти. И для туннелей, которые в нее ведут. Ладно, ладно. Пошутил кто-то, пошутил. Смешно. Очень смешно. Но по НВ, да, по НВ работает четко. Поэтому все более-менее нормально. А место, кстати, жуткое. Интересно, чем оно было раньше? Может быть, какой-то больницей или что еще более вероятно, санаторием? Скорее всего, да. Именно санаторием. Точно санаторием. Потому что по кафелю, по полу, по самой структуре он узнается, да. Ну, домом отдыха это уже в самую последнюю очередь. Товарищ, ну почему ты не можешь просто побегать, а? Почему ты так вот медленно топаешь? Медленно, медленно. Ну, наконец-то. Все, очухался. Очухался. Какой-то кровосудок, кстати, матерый такой, достаточно. Попался. Ну, ладно. Мы следом за тобой, чувак. Все отлично. Отлично. Кстати, если туннель будет такой, как в Зове Припяти, то вообще окажется все печально. Ну, да, точно какой-то прокачанный кровосос. Потому что там туннель очень-очень длиннющий был на деле. И крайне проблематично. Ну же. Чувак, ну рожай. Ага, отлично. То есть мне надо было его самого провести, чтобы он меня провел. Окей. И сейчас сохранюсь. Потому что мы достаточно уже далеко прошли. И что-то по НВ работает все хуже и хуже местами. Все-таки его лучше комбинировать с фонариком, если я все правильно понял. Да. Место времени пощадило, однако. Судя по оценкам, ему, наверное, лет, этак, девяносто. Да иди ты. Ладно, хорошо. Все прекрасно. Шикарно. Все, все, все. Так. И что теперь? Куда ты меня поведешь? Верный проводник. Расскажи мне. Я понял, сейчас он будет по кругу ходить, в общем. И. Вот мы и на месте. Это вход в туннель, и здесь я покину тебя. Дальнейший путь только для тебя. Я высоко ценю твою помощь. Ты не знаешь, по какому пути мне нужно идти. Система туннеля обширна, как у Берин Дедао. Следи за обстановкой, двигайся с умом и достигешь подземной железной дороги. Как только увидишь дорожку, знай, ты на верном пути. Я знаю, что нельзя идти через парк, но я должен, другого пути нет. На самом деле это не так. Запомни, доверяй только своим инстинктам, они твои самые верные друзья. Еще раз спасибо, проводник. Что-то мне совсем не нравится его слова, вот мы и на месте. Так, фонарик. Вот, с фонарем другое дело совершенно. Все-таки кажется, да, мы с вами сейчас придем в совершенно нехорошее место. Мы уже в нем находимся. И темно тут как в жопе. Крыса, крысы твои налево. Еще патроны закончились. Отлично. Перезаряжаемся. И у нас с вами переизбыток радиации, поэтому мы просто побежим рашем. Так сказать, рашем. Не понял. Тут, тут что? Тут тупик? Все, ради тупика, да вы издеваетесь. А, нет. Нет, нет, вот, 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 вот. Отлично. И у нас уже критическая отметка радиации. Придется лезть самому. Ну, фонит тут очень сильно, очень мощно. Будем пользоваться антирадином только тогда, когда уже отметка станет конкретной. Вот. Вот, вот. Опа-па-па-па. Осторожно. Мне кажется, что мы правильно с вами... Ой-ой-ой, красный, все. Все. Мне кажется, мы с вами правильно пришли. Сейчас куда-то выйдем точно по-любому. Но, да, нас предупредили заранее, что система туннелей здесь крайне огромная. И в ней очень легко заблудиться. Ха. Вот, знаете, давайте мы сейчас проходим еще здесь, да? Может быть, найдем спуск аккуратный вниз. Пока что у меня нет никак... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стволы абсолютно ненужные. Все, этих тварей там закрою, чтобы они больше не вылезали. Пускай там попискивают. Сами для себя. Машина, ты на ходу? Да, было бы забавно, если бы она была на ходу. Ну, вся ржавая просто до невозможности. Ну, точно говорю, это вылитые подземелья из зооприпятия. Ага, вот оно что. Опа. Отлично. Вовремя я его кукнул. Это еж, по-моему. Радиация минус 10, кровотечение плюс 10. Ну, пускай. Пускай. Ну, все. Не понял. Что значит это сообщение? Я немножечко не понял. Но. Но. Сейчас я сохранюсь. Бам. И попробуем вот так вот пройти. Ну. Может быть как-то. Не знаю. Ладно, буду думать. Тогда я после этого запись продолжим. Вы даже себе не представляете, насколько долго я пробегал в этом злосчастном подземелье. Честно говоря, да. Вот даже использовал научную аптечку, которая мне оказалась не нужна совершенно. И нам нужен код от двери. Мы его недавно получали. Найденый КПК. Где-то здесь, по идее, будет код. Код. А, код к тяжелой двери. 52-71. Попробуем. 52-71. Нет. Это код был не тот совершенно. Окей. Окей. Сейчас мы найдем код нужный. Вот. И где он? Где он? История. История. Новый код 4134. Вот он, да. 4134. Все. Ура. Вот, блин, все, все аптечки я истратил. Абсолютно. То есть у нас задница конкретная сейчас. Давайте включим ПНВ и фонарик. И ввалим отсюда побыстрее на всех парах. Значит, агромадное, агромадное помещение. Предлагаю сохраниться. И. Установить патроны. Это у нас что-то патрон маловато. Очень маловато. Хорошо, хотя бы не придется переставлять. Патроны те, которые по единичке у нас. Тратятся сейчас, по-моему. А что-нибудь там кто-то ходит рядом. Я, кстати, столкнулся с некоторыми монстрами. Которых раньше не встречал. Но, к сожалению, запечатлеть их так и не смог. Абсолютно. Потому что. Потому что тупик. Потому что я бы ожидал в этих туннелях очень долгое время. И даже не запомнил, на самом деле, куда я иду. То есть такие переги. И нам нужно наверх. Как нам попасть наверх? Нужно как-то узнать, как попасть наверх. Вот наша задача на нынешний момент. То есть просто так мы не пройдем дальше. Это инфа 100%. Отлично. Отлично. И вот, да. Что-то такое я помню. В Зов Припяти жить я играл все-таки немножко. Поэтому более-менее вспоминается вот это место. Конечно, никаких положительных воспоминаний с этим местом у меня нету. Да и вряд ли они карали могли бы быть. Особенно с такими здоровыми крысами и с норками. Блин, только трата патрон бесконечная. Я серьезно. Я не шучу. Кстати, по-моему, нам сюда нужно. По-моему, нам нужно сюда. Я, конечно, могу ошибаться. Но мало ли. Мало ли. Все-таки куда-то... Да, нам сюда нужно. Именно. Ну, не зря. Не зря в Зов Припяти играл. Хоть какой-то плюс. Хоть какой-то. Да уж. Бывает же такое, правда? Бывает. Правильно. И тут... Тут мы можем что-либо сделать, изменить? Нет. Ничего не можем изменить. Абсолютно. Окей. Окей. Так. И куда нам надо попасть? Наверное, нам нужно в противоположный конец коридора пройти, да? Если я все правильно понял. Но, конечно же, я могу ошибаться. Конечно же, я могу ошибаться. Но то, что лестница вверх идет, это я точно не ошибаюсь. Так оно и есть. А дальше вот так. И потих... Чуть только что не улетел вниз. По банальнейшей ошибке. Нет. Мы все-таки пройдем туда, куда нужно. По-любому. Только вопрос, каким образом? Каким образом мы туда пройдем? И да, да, вон та самая дверка, давайте мы сохранимся сейчас, отлично, и в случае чего, и в случае чего, мы с вами заново все перезапустим, потому что происходит форменное безобразие, это я вам говорю на полном, на полном серьезе, что форменное безобразие происходит, вот так мы сможем пройти? Ха, ну, смогли-то мы смогли, ну, а как сюда попасть? Твоё налево, ладно, отлично, снорка мы вынесли, печально, печально, нам нужно как-то попасть в то место, Это место ведут у нас перегородки, как на эти перегородки пройти, я не знаю, у меня даже мысли нету на самом деле по поводу этого, что можно с ними сделать, как туда попасть, но, я очень устал, нужно поспать Тут зоби полно, жесть Бе, 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 продава ладно 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 чуваки хорошо спать мы пока не будем чуть попозже поспим успеем сейчас наша цель совершенно другая нам нужно найти правильный вход в этот второй этаж который честно говоря я так и не могу найти пока тут ускользает ускользает меня сей факт что очень грустно и печально вот по идее вот 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 куда тут сюда вот нам надо осушить а может быть так а может быть и будет будет забавно если так туда попаду будет очень забавно и смешно вот так у куропок . отец сохранюсь даже знаете ну ради интереса ну и неужели неужели это я туда попали именно таким образом глупым совершенно глупым и Да, не тем образом, которым нужно. А нам сюда? Слушайте, неужели я все сделаю только потому, что я решил пойти таким путем? Это же как минимум неадекватно, друзья и коллеги. А мы туда, кстати, не пройдем. Мы с вами туда не пройдем даже. Давайте еще раз сохранюсь. И мы сохранились. Сохранились мы с вами. Твою налево. Нет, окей, ладно, мы там сохранились. Сейчас мы оттуда же загрузимся. Раз мы не можем найти правильный выход, то сейчас мы что-нибудь придумаем. По-любому. По-любому. Так, мы находимся с вами на верхнем этаже, на самом. Можно ли как-то обойти этот этаж далее? Я просто как бы не знаю даже. Куда-то мы с вами идем однозначно. Куда-то мы идем. Но я не знаю, насколько далеко мы сможем зайти. Вот в чем вопрос. Вот в чем самый главный вопрос. Мы же здесь были, по-моему. По-моему, мы тут с вами... А! Быть-то мы тут были, но вот сюда вот я вверх не залезал еще. Давайте попробуем. Ну, авось. Авось как бы... Нет, без всякого авось. Обошлось без авосьей. И... ПНВ. Куда ж без тебя-то? Куда ж без нашего родного ПНВ, правильно? Нам как-то нужно пройти дальше. А вопрос как? До сих пор открыт. Ну, вот мы что-то нашли с вами какой-то переход, да, странный. Неужели мы как-то сможем найти проход верный? Мне даже интересно. Хотя... Не знаю. Не знаю, будет ли какой-то результат. Вот, может быть, нам сюда нужно куда-то. Вот, слушайте, куда-то прям... Куда-то ведет. Куда-то проход ведет, однозначно. Ну, вот куда... И как? О! О! Не надо, Снорк. Не надо. Ты совсем не хороший товарищ. Я с тобой дружить не буду. И тут что-нибудь есть полезное? Ничего нет, идем дальше. Ура! Да, ура! Перешли-таки мы на новую локацию, что уже само по себе достижение. И сейчас либо мы окажемся в подземельях под Припятью, которые в ЗОВ Припяти были, либо мы сразу попадем в Припять, что менее вероятно. То есть, я даже не знаю, как дальше будет, но в любом случае мы с вами совершили огромный прорыв. То есть, да. Я даже не думал, что я отсюда буду доберусь. Буду бродить тут вечно. Но повезло, так повезло. Вот что. Тут большой конфликт между монолитом и военными. Найти путь до Припяти. Мечный военный находится под угрозой монолитовцев. Помочь военному уничтожить монолит. Окей. И мне кажется, да, мы все-таки с вами вышли уже в Припяти непосредственно. Сейчас осталось нам только найти верный путь. Давайте мы с вами сейчас шампусик возьмем и отдохнем. Ха. Странно. Уже отдыхать он не хочет, значит, да? Окей. Второй шампусик мы с вами выбрасываем. Нафиг он нам не нужен. А куда дальше идти? Нет, подождите, подождите. Мы отсюда, получается, пришли, да? Мы отсюда... Что ж ты будешь делать-то? Так. Давайте попробуем сюда пойти. Куда мы придем? Потому что я уж, честно говоря, запутался. Совершенно. Я иду в одну сторону. У меня переход на локацию. Нет, мы пошли неправильно. Она сейчас перекинет обратно в подземелье. Что нам совсем не нужно. Нам, наоборот, нужно в Припять попасть. И, знаете, если какой-то квест будет на возвращение обратно, то нафиг. Я эту игру не буду дальше проходить. Ну, ее в бань тогда. Потому что вот это подземелье пройти, нужно было очень много нервов потратить, усилий и времени. Вот. Ну, не, не. Совсем не камильфо. Вот. Не круто. Однозначно. Нам сейчас главное выйти в Припяти. Все. Все. Больше чего не требуется. Так. Вот мы вышли. Здесь. Опа. Опа. На. Это мы с вами уже в Припяти оказались, да? И как назло, он у нас спать не хочет. И что ж ты будешь делать-то, товарищ? Что у нас спать даже не хочешь? Утро. Фонарик-то разкушай. Отлично. ПНВ. ПНВ. Отлично. Все. Замечательно. Так. Кто по нам стреляет? По нам стрелять не надо. По нам стрелять не надо. Помочь военным уничтожить монолитовцев. Окей. Какие проблемы? Сейчас мы так и сделаем. Припяти у нас огромная, как никогда. Он тут вовсю бои идут. Вот. Отлично. И сейчас нужно помочь, да? Оу. Да вы же мертвые. Товарищи. Ну, че так? Ну, зачем? Оу. Пам. Отлично. Они особенно-то и не были против. Эй, меченый. Это лейтенант Васильев. Приходи ко мне. Я хочу лично поблагодарить тебя за помощь моим людям. Все. Нам нужно встретиться с лейтенантом Васильевым. И где твоя пушка, чувак? Вот она. Давай мы ее сейчас разрядим. И выбросим. Вот так вот. Отлично. Лейтенант Васильев. Где ты у нас находишься? Нет. Неподалеку. Неподалеку. Что как бы окей. Окей. Однозначно. Сейчас мы с тобой встретимся, чувак. Ну, что-то как странно, что у меня Сталкер отдыхать не хочет совершенно. Надо будет как-нибудь поправить это. А то совсем не круто. Пришли. Мы таки пришли. Ура. Ура. Так. Где ты, чувак? Нет. Не здесь. Слушайте. Аааа. Где же? Может на втором этаже? Что вполне возможно? Да, точно. Вот он тут. Меченый. Я искренне хочу вас поблагодарить за помощь моим людям. Экологи. И мы имеем взаимовыгодные отношения. Мы защищаем их. Они доставят нам редкие вещи, которые нас интересуют без вопросов. Я рад, что вы решили помочь нам. Мы можем извлечь пользу из этой ситуации. Рад помочь, лейтенант. Если вам понадобится еще помощь, не стесняйтесь спрашивать. Отлично. Бинты и жратва. То, что нам как раз таки нужно. А, вот. Нужно спать. Ну что ж, вообще-то ты можешь помочь с одним дельцем. Ученым нужен экскорт. Они хотят снять некоторые показатели и будут постоянной опасности от монолита и атак мутантов. Я бы рад помочь, но не могу выделить сейчас людей, когда рядом монолит. Конечно, лейтенант, буду рад помочь. Молодца. Я пошлю им заметку о вас. Охраняйте их. Хорошо. Я буду уже там в ближайшее время. Все, вопрос решили. А теперь с вами поторгуем. А, к сожалению, у вас ничего нет. Ну, в воду. Давай, в воду. Хорошо. Нам как раз нужно восполнить запасы. А тут один товарищ еще где-то. Вот он. Ну, он занят. Он занят. К сожалению, мы с ним сейчас не сможем пообщаться никак. Вообще никак. О, здорово. Ну, блин, хорошо устроился, на самом деле. Ничего не скажешь. О, чё? О, натовская аптечка. Круто. О, однозначно круто. Замечательно. У тебя ничего нет такого, да? Окей, всё. Тогда мы выключаем всё наше барахло и сворачиваемся. Как? I am hungry. А, то есть он голден. Ну, на. Всё, сейчас. А-а-а. Вот, замечательно. Вот так, где-то. Самое идеальное время. На самом деле. Я думаю, сейчас будет то, что нужно. А если заставка появится из оригинальных тени Чернобыля, я её пропущу. Потому что она никому не будет полезной. Это 100%. Вот, что я вам скажу по данному вопросу. Однозначно. Ну, вот. Вот, замечательно. Окей. Всё, теперь наша задача отсюда выйти. Где у нас тут выход? Вот он. Во, всё, замечательно. Так, это вертушка военных, да, получается? Ну, окей. Давайте мы тогда на этом сервис завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, а были подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.